Всем привет! Я Олег Кашин. Каждый день я пишу колонки и думаю о судьбах Родины. Сегодня мы читаем мою статью 2021 года. Я сам ее с тех пор не перечитывал. Вижу, что она о российско-украинских отношениях, и вот в порядке эксперимента прочитаю ее как бы впервые за это время при вас, на ваших глазах. Итак, 2021 год. Затянувшаяся полемика между Путиным и Зеленским об одном народе кажется даже не вымученной, а вообще ни для чего не нужной. Да и полемика ли это? Ни одной стороны ведь нет цели убедить другую или переспорить. Да и адресатом и антиукраинской статьи Путина, и антирусских выступлений Зеленского, в лучшем случае является внутренняя аудитория, подданные, а скорее и вообще собственные демоны. Нет оснований думать, что быть украинским националистом – естественное состояние Владимира Зеленского. И точно так же мало что указывает на Владимира Путина, как на строителя империи и поработителя окраинных народов. Но обоих несет историческая стихия, сопротивляться которой, по крайней мере сейчас, лучше получается у Путина, но не потому, что он сильнее, а потому, что Россия слабее Украины. Как бы это ни звучало, но это конфликт между молодым, упорным в своем национальном строительстве государством и персоналистской системой, принципиальные свойства которой слишком замкнуты на особенности конкретной личности и не имеют отношения ни к народу, ни к истории. Когда Зеленского сменит новый президент, он тоже будет учить мову, грозить Крыму и уважать Бандеру. Слово «националист» здесь даже слишком сильное. В молодом государстве, наверное, и не может быть по-другому. Украинец – националист по умолчанию. А у нас такого нет. У нас система вообще не про это. И разве сложно вообразить, как преемник Путина, сохраняя и укрепляя систему, преодолевает ошибки и исправляет перегибы, летит в Киев, мирится, отдает Крым, помогает реинтегрировать Донбасс? То, что для украинцев вопрос государственного и национального выживания, для нас личный проект Путина, обусловленный то ли майданными страхами, то ли дружбой с Медведчуком, то ли не стоит никому отказывать и в государственной мудрости реальной убежденностью, что антироссийская Украина будет вечной угрозой России. Но каким бы ни был источник украинской обсессии, он так и остается персональным свойством Путина, и именно это дает украинцам фору. Им нужно только тянуть время, коротая его, как это делает Зеленский в риторических упражнениях, работающих на то будущее, в котором пусть путинская Россия будет относиться к украинскому вопросу спокойнее, чем относится Путин. Опыт украинского сепаратизма, опыт дирусификации, даже если считать ее все еще потешной, но она сейчас более серьезная, чем 10-20 лет назад, и рано или поздно она восторжествует, а там руты пресловутые сваты, и русский язык как разговорный, и вообще все, что до сих пор позволяет говорить об одном народе. Этот опыт, сам по себе трагический и действительно опасный, остается как бы частным приключением Владимира Путина, который, будучи отделенным от общества никогда всерьез, рейтинг категория скорее воображаемая, существующая в нереальных общественных отношениях и регулируемая специальными инструментами, прежде всего пропагандистскими, на него не полагался. Украинской проблемы в массовом сознании не существует и ни за 7, ни тем более за 30 лет никто никого не убедил в ее важности, и нет оснований ждать, что что-нибудь изменится в этом смысле. Даже безусловная драма разделенного народа никогда не казалась настоящей драмой какому-нибудь ощутимому большинству людей в России. Злую шутку сыграл, наверное, наш естественный шовинизм, самортизировавший катастрофу 1991 года, когда все новые государства воспринимались российским обществом как нечто заведомо несерьезное и ненастоящее, а настоящими в тот же период были социально-экономические проблемы, на контрасте с которыми вообще ни одна нематериальная беда ничего не значила. Нам и свое-то государство долго не казалось настоящим, а уж про остальные говорить не приходится, и осознание реального крушения прежнего пространства, в котором жили мы и такие, как мы, приходило постепенно и практически безболезненно. Русские беженцы из Средней Азии, локальные воины и какая-нибудь кировоградская бабушка, ставшая вдруг иностранкой, не воспринимались как часть единого сюжета. Никто не отрефлексировал и то, на самом деле, исключительное везение, которое постигло 119 из 145 миллионов русских Советского Союза, оказавшихся после 1991 года в Российской Федерации, которым не пришлось учиться быть национальным меньшинством в чужой стране. Остальным 26 миллионам не повезло, просто о них в России никто особенно не думал. Шестая часть собственного народа куда-то делась, ну как куда-то. Оказалась обречена на маргинализацию, или на насильственную ассимиляцию, или на беженство, в любом случае ничего хорошего. В любой другой стране это назвали бы геноцидом, но нам было не до этого. Зеленский понимает, зачем ему нужна Украина в границах УССР. Вся говорящая и думающая по-украински. Чем больше народ, тем он сильнее. Тем устойчивее государство, сильнее позиции и на рынке, и в мировой политике. Можно подозревать даже, что он не думал ни о чем таком, придя к власти. Но украинская реальность сама заставила прийти к радикальному, в сравнении с Зеленским 2019, украинству. У нас национализм до сих пор стигматизирован. Националистами чаще называют правых радикалов, с которыми должна бороться полиция. А любой, кто хочет быть в мейнстриме, должен избегать русской темы в принципе. И даже выражение «разделенный народ», иногда вытаскиваемая пропагандой из Солженицынского архива, звучит как спорный и не общепринятый термин. На современном русском языке удобнее говорить, что никаких русских не существует в принципе, и что национальное государство – это архаика, у которой нет будущего. Возможно, его и в самом деле нет, но та же Украина, по крайней мере, не в курсе. Она строится, крепнет и ждет, когда ей в руки упадет то, чего она лишилась в 2014 году. Официальная Россия самой мысли об этом не допускает, хотя никаких страховочных механизмов против этого у нее нет. Одна только уголовная статья, запрещающая говорить вслух о любых рисках распада страны. Именно поэтому, какой бы искусственной и нежизнеспособной ни была бывшая ОССР, бывшая РСФСР в сравнении с ней остается такой же слабой и парализованной, как и в советские времена по целеполаганию, по самоощущению, по самопониманию. Такая статья, в общем, 2021 года. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Я все комментарии читаю, на многие отвечаю. Ну и, собственно, если вам нечего сказать, ставьте прямой, простой, честный лайк. Эту статью когда-то опубликовало издание «Репаблик». Теперь свои новые свежие статьи трижды в неделю я пишу в платном телеграм-канале «Кашин Плюс». Закрытый, платный, но это не страшно, 5 евро в месяц. Удобная подписка по ссылке здесь, внизу, в описании того ролика, который вы сейчас смотрите. Также имейте в виду, что ежедневно в 9 вечера по Москве на этом YouTube-канале, который вы сейчас смотрите, на YouTube-канале «Олег Кашин» я провожу свои сольные классические авторские стримы. Вначале я произношу краткую речь по итогам дня, а потом долго и подробно отвечаю на все вопросы всех зрителей. Всегда остро, всегда интересно. Смотрите, и чтобы не пропустить, нажимайте на бубенчик, ну и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Читайте меня, смотрите меня, слушайте меня, оставайтесь со мной и возвращайтесь. Всем спасибо, всем пока. Я Олег Кашин. До завтра.